АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет. Тема сегодня у чьего моего доклада – «Как сделать проект идеальный». Наверное, такого не бывает. Немного о себе. Меня зовут Петр Марченко. В IT у меня опыт больше пяти лет. На данный момент являюсь руководителем подразделения в отделе PHP. В команде у меня семь ярких, замечательных ребят, которыми я очень горжусь. Что еще могу сказать? Занимаюсь спортом, люблю бегать. Завтра буду участвовать на Харьковском марафоне на дистанции 10 километров. АПЛОДИСМЕНТЫ Кому будет полезен данный доклад? Данный доклад будет полезен не только молодым разработчикам, которые поймут, почему от них требуют выполнения тех или иных правил, но также и опытным разработчикам, которые немного подробнее поймут о всех процессах, которые происходят во время разработки проекта. И также вы сможете сравнить, как вы делаете, как вы поступаете в тех или иных ситуациях, и как делаем это мы. Что будет в докладе? Для начала мы определимся с такими терминами, что такое заказчик, кто такая команда. Мне кажется, что очень важно понимать, слышать мнение других людей. И поэтому я предлагаю вам чуть позже провести небольшой интерактив. И хотел бы услышать от вас ваше мнение, что может сделать команду счастливой, и что может сделать заказчика счастливым. Дальше мы поговорим о критериях успешного проекта. И напоследок я расскажу, как это работает у нас. Кто такой заказчик? Заказчик — это лицо, человек, у которого есть идея, и он готов делегировать выполнение данной идеи другим лицам. и он надеется, что продукт, который получится в результате разработки, будет ему приносить дивиденды. Кто такая команда? Команда — это группа людей, которые имеют разные навыки, разный опыт, но их объединяет задача, проект, над которым они все вместе работают. И обычно в команде есть лидеры, и дальше мы узнаем, что это важно. Идеальный проект. Для меня у проекта есть два основных действующих лица. Это заказчик и команда. И я считаю, что если у нас есть счастливый заказчик и счастливая команда, такой проект можно называть идеальный. Критерии счастливого заказчика. Давайте вместе порассуждаем, что надо сделать или что сделать заказчика счастливым. Я надеюсь, что Антон нам поможет. Так, ребята, давайте, кто готов помочь. Так, я знаю одного человека, который точно готов помочь, но я к нему не пойду. Вовлеченность команды, выполняем задачи все в сроке, делаем качественно минимум багов и дешево. Так, кроме него кто-то тут еще был, да? Поменьше грузить заказчиков всякими вопросами. То есть одна спецификация, а дальше выполнение проекта. Ну, мне кажется, что важно понять конкретно, что хочет заказчик и четко расставить задачи. То есть понять человека, у которого есть идея. Так, сейчас... Еще у нас есть еще людей. Да ладно, я к тебе прийду, не тяни руку. Ну, чтобы готовый проект три знаки равно его идея. Так мне нечего будет рассказывать. В американских компаниях, взагалі на тренингах, вони, коли проводят тренинг, еще важливо для компанії. То есть основным, самым першим головным критерієм для них есть, что mission is the metric. Что это значит? Что для дуже важливого кинцевого мета проекта, а как она будет достигнута, это не очень важливо. Тому для клиента, если вы делаете проект, для клиента важен кинцевый результат, чтобы он получил очень качественный, хороший продукт. Как вы его сделаете, для клиента это не важливо. Поэтому вот такая вот штука. На самом деле я хотел сказать то же, что и Юра, но немного другими словами. Деливери функциональности есть главная цель заказчика, получить ее. Как это вот весь этот бульсет, счастливая команда, мотивация и вот это все, это отвечает на вопрос, как сделать деливери. Мы торгуем готовым продуктом, который выражает идеи заказчика. Он нам дает деньги, мы ему фичу, с которой он зарабатывает эти деньги. Это единственная цель. Без этого, вот если так подумать, если будет несчастливая команда, но будет деливери, заказчик получит то, что нужно? Получит. Если будет немотивированная команда, но будет деливери, получит заказчик то, что он хотел, получит. Если не будет деливери, но счастливая, мотивированная команда, не знаю, где-то на Бали сидеть на пляже, пить мохито вместо деливери, заказчик не будет доволен. И на мой взгляд, это первый единственный пункт, который должен поставить галочку. Мы заделиверили. Как? Вот то, что будет рассказано. Спасибо. Так, еще есть у кого-то дополнение? Я понял. Спасибо за ваше мнение. В принципе, я думаю, теперь и рассказывать уже, наверное, нечего. Вот. Я люблю, и мне очень все понятно, когда мы, когда я вижу какие-то примеры. И поэтому я предлагаю немного пофантазировать и стать на место заказчика и, допустим, не знаю, построить дом. То есть, предположим, у нас есть дом. Нет, предположим, у нас есть идея, мы нашли команду, которая готова реализовать нашу идею, идею построить дом. Обсудили с ней сроки, например, выбрали 1 сентября и пошли заниматься своими делами, заказали, ну, заказывать мебель в наш будущий дом. начали продавать свою квартиру, в которой сейчас живем. И вот наступает 1 сентября, день знаний, а оказывается, что дом еще не готов. Но нам уже куда-то надо грузить нашу мебель, нашу технику. Нам уже через неделю надо выселяться со своей квартирой. И поэтому забегу немного наперед. Понятно, что продукт, конечно, это очень важен, но очень для заказчика очень важно еще и выполнить проект в оговоренный срок. Давайте рассуждать дальше. Предположим, у нас есть идея построить дом. Мы нашли команду, оговорили сроки, оговорили бюджет, и пошли заниматься своими делами. Проходит пару месяцев, и нам сообщают, что денежки закончились, извините, нужно еще. И хорошо, если у нас есть возможность где-то достать дополнительные инвестиции и все-таки построить наш дом. А что делать, если у нас нет возможности взять деньги? А в то же время мы бы могли не строить тот 50-метровый бассейн, а построить за тот бюджет, который у меня был, немного меньше дом, но зато он бы был. Поэтому я для себя отметил следующий критерий, это проект должен быть выполнен в оговоренный бюджет. И вот как раз соответствовать ожиданию. Предположим, у нас есть идея, у нас есть команда, которая готова реализовать данную идею. У нас мы говорили с ней бюджет, и мы решили построить двухэтажный деревянный дом из экологически чистых материалов. Наступает 1 сентября, дом готов, отлично. В бюджет вложились, отлично. Вроде бы должно быть все хорошо, но я смотрю на этот дом, а он не деревянный, он из кирпича, из кирпичов и покрасен какой-то непонятный цвет, буду ли я доволен? Наверное, нет. Но я же хотел из экологически чистых материалов. Следующий критерий приносить дивиденды. Опять же на примере нашего дома. У нас есть идея, мы хотим построить двухэтажный деревянный дом из экологически чистых материалов, допустим, чтобы там было 10 номеров, и мы планируем это сделать базой отдыха и сдавать наши номера. Наступает 1 сентября, дом готов, отлично, в бюджет вложились, отлично. Смотрю я на свой дом, на свою мечту, и вижу реально двухэтажный, деревянный, вот как и хотел. 10 номеров, все, можно давать рекламу и все, и зарабатывать денежки. Но потом я наблюдаю, что где-то буквально в 50 метров от моего дома оказалось вредное производство с вот такой большой трубой, из которой просто валит зеленый дым. И я понимаю, что навряд ли теперь кто-то захочет селиться в мой дом и все-таки скорее всего моя идея не сбылась. Следующий критерий это коммуникация. Я считаю, что это одна из самых важных критерий, которые позволят сделать заказчика счастливым, потому что мы можем вернуться немного назад и понять, что если бы нам вовремя сообщили, что сроки сдвигаются, то я бы смог, да, мне было бы это неприятно, но я бы смог бы подкорректировать свои планы. Если бы мне вовремя сообщили, что не хватит бюджета на постройку такого дома, который я хотел, или там, не знаю, материалы подорожали, я бы смог бы расставить приоритеты и какую-то часть дома не построить. если бы была коммуникация на достаточном уровне, то однозначно бы изначально построили дом, который я хотел бы, а не кирпичный, хоть он и дороже. Вот, коммуникация, как для меня, это один из самых главных инструментов, который поможет реализовать идею заказчика. и последний критерий, ну, как для меня, не самый, но тоже, который тоже очень важен, это вовлеченность команды. почему важна вовлеченность команды? Потому что для заказчика его идея это как ребенок, он живет ей, он переживает этой идеей, он планирует какие-то события для своего продукта, и вот он доручает, делегирует выполнять эту идею другой команде, и он ожидает, что команда тоже так же будет трепетно относиться к его идее, как и он сам. Теперь предлагаю поговорить о том, что сделает команду счастливым. есть идея? Деньги? Деньги? Так. Печеньки, деньги. Новые технологии на проекте. Так, я не слышу, поэтому я подойду, хорошо? Отсутствие новых фич, которые считаются багами. Хорошо. Еще? Меньше правок при конце проекта. Отсутствие правок, фантастика. Адекватный менеджмент. Нормальная документация. Документация, так, еще ищем критерии, да, что же нас, что нас пригодит? Правильно поставленные задачи. Реальные сроки. Вы знаете, вот хожу тут как это, диагноз собираю. Отсутствие документации. Отсутствие? Имелось в виду, наверное, все-таки наличие документации? Хорошо. Еще какие-то... У кого еще что болит? Рассказывайте. Хороший лидер. Хороший лидер хочется в команде, команде хочется хорошего лидера. сейчас я подойду или с места скажешь? Адекватная ТЗ. ТЗ адекватная. Критерии адекватности ТЗ я даже боюсь спрашивать. Так, еще. Адекватный заказчик. Адекватный заказчик. Интересное задание. Интересное задание. Новые технологии. Проект с нуля. Вот. Тоже. Так, я понял. Наверное, факт. Хорошо. Еще есть пожелания? Да. Создание чего-то нового. Создание нового с нуля. Или вообще новое. Ноу-хау, да, какое-то пилить? Вообще круто. В SpaceX нужно идти, я знаю. Я знаю. Критерии части команды нужно, чтобы она была заинтересована. Ну, окей. Хорошо. Петь, тебе хватит? Достаточно. Все. Хватит, хватит. Все. Спасибо. Я, как и в прошлый раз, попытался, когда готовил доклад, попытался себя поставить на место разработчика, и это достаточно легко вышло, потому что я таким и являюсь. И какие же критерии я выделил для себя? Для меня, в первую очередь, хотелось бы понимать, куда движется проект. Понимание, куда движется проект, дает мне какую-то уверенность в завтрашнем дне, потому что если, ну, бывают такие проекты, когда ты не знаешь, что завтра тебя ждет, будет ли у тебя таски или не будут таски. И поэтому вот это понимание и уверенность для меня очень важна. Следующий критерий, и я удивлен, почему никто об этом не сказал, это работать в нормальном режиме. Я понимаю, ну, я расскажу. я понимаю, что иногда нужно задержаться, помочь команде, помочь проекту, но когда вот это задерживание перерастает на постоянной основе, и когда у нас есть только кровать и работа, кровать и работа, то рано или поздно ваша энергия закончится, и вам уже ничего не захочется, ни денег, ни развития, ни новых технологий, вот от слова вообще ничего не захочется. У меня был опыт, когда я работал по 14 часов, и тогда мне точно денег вот совсем не хотелось. Также, поскольку на рабочем месте мы проводим достаточно много времени, то важна приятная атмосфера, то есть я хочу находиться в команде единомышленников, я хочу, чтобы у меня в офисе зимой было тепло, а летом холодно, как это не странно звучит. Вот. И я хочу приходить на работу и получать удовольствие от того, что я прихожу на работу. Вот. И когда какие-то такие базовые мои потребности покрыты, у меня есть хорошая атмосфера, есть уверенность в завтрашнем дне, у меня нормальный режим, потому что у меня есть время на саморазвитие, тогда я начинаю задумываться именно о развитии, о тех же новых технологиях, о которых вы говорили. Также хотел бы подчеркнуть, что развиваться можно не только в технологиях, можно развивать свои софт-скиллы, пробовать себя на каких-то других ролях в проекте, становиться куратором, ментором. Вот. Следующий критерий это причастность к общему делу. Хотел бы привести небольшой пример. Вот когда я делаю фичу, я делаю просто фичу, а когда мы все вместе делаем продукт, и когда этот продукт популярный, им пользуется много-много людей, то у тебя появляется гордость. Вот предположим, я сделал самую обычную синенькую кнопочку, но она будет расположена в поисковом сервере Google, и на нее будут клацать миллионы людей каждый день. и я уверен, что каждый человек, кто сделал эту кнопочку, просто кнопочку, будет гордиться за себя и за свою команду, которая сделала такой грандиозный продукт. Поэтому очень важна вот это чувство причастности к общему делу. И тоже один из последних критерий, которые я отметил для себя, это чувство признания то есть я хочу получать достойную зарплату, я хочу получать достойные отзывы, я хочу получать признание от той работы, которую я делаю. Хотя если задуматься и сказать честно, то каждый критерий для каждого человека на каждый промежуток времени имеет разный вес. И если мы посмотрим, как вы все отвечали, то для кого-то важны новые технологии, для кого-то важна зарплата, бабло, для кого-то важно чувство признания. То есть у каждого человека на каждый конкретный момент времени есть свои какие-то потребности и очень важно видеть вот эти потребности каждого человека и пытаться их удовлетворить и удовлетворить потребность каждого человека и команды в целом. Теперь немного о критериях успешного проекта. Первым критерием успешного проекта я выделил бизнес-идею, потому что я уверен, без понимания бизнес-идеи просто дальше не стоит никуда идти. Если мы не поймем правильную бизнес-идею, мы не сможем сделать продукт, который соответствует ожиданиям заказчика. Если мы не сможем понять правильную бизнес-идею, навряд ли мы сделаем правильную оценку, которая в свою очередь окажет влияние на сроки, окажет влияние на бюджет и на другие факторы. Когда мы поняли бизнес-идею заказчика, когда мы сделали правильную оценку, важно подобрать правильную команду. задачу пока еще нет команды. Немножко дальше я расскажу. Что такое правильная команда? Важно, чтобы задача, которую будет выполнять команда, не была сильно легкой для этой команды, потому что не будет заинтересованность, не будет вот этот огонь в глазах. и также не должна быть данная задача непосильная для этой команды и очень сложная, потому что если задача будет сложной, очень сложной для команды, тогда будут постоянные овертаймы, постоянные переработки и это навряд ли принесет кому-то какое-то удовольствие. Следующие два критерия это правильно выбрать методологию ведения проекта и настроить процессы разработки. Эти два критерии оказывают влияние на сроки, на коммуникацию внутри проекта, на деливере и на много-много других факторов. И опять же коммуникация. почему важна коммуникация, я об этом уже не раз говорил, потому что без коммуникации заказчика мы не сможем понять бизнес-идею, без коммуникации нам будет сложно общаться внутри команды. давайте оставим эти все критерии и я расскажу вам пару историй из своей жизни, где мне помогла коммуникация, нам помогла коммуникация. первая история был я разработчиком в проекте и этот проект был у нас достаточно давно, но настал такой период времени, когда у заказчика начали появляться очень срочные задачи и они были настолько срочные по мнению заказчиков, что надо было бросать все задачи, которые мы делали сейчас и начинать делать новые требования, пожелания и хотелки. Проходило 2-3 дня и поступали новые хотелки, которые заставляли нас бросать предыдущие желания, задания и делать опять новые. А Ник Солюшен скажут? Ну, наверное, да, если я работаю в Ник Солюшен. Вот. И это было достаточно сложное для понимания команды и, если честно, то иногда складывалось такое мнение, что над нами просто издеваются. Как это те задания, которые были мега важны два дня назад, уже не важны, и нужно бросать их и делать какие-то другие задачи. Ну, и, соответственно, project manager пошел общаться с заказчиком, понимать, что у него болит и почему так происходит. И оказалось, что на данном этапе времени у заказчика очень много презентаций, в которых он показывал наш продукт потенциальным клиентам, потенциальным инвесторам. И вот эти все его хотелки, это больше было не его хотелки, а требования бизнеса, пожелания клиентов. Когда нам, как команде, рассказали эту информацию, нам стало гораздо легче, потому что мы уже понимали, почему от нас хотят выполнения именно этих задач. И уже какое-то чувство, что над нами издевается, оно пропало. Но стало ли от этого меньше задач и пожеланий? Нет, от этого не стало меньше пожеланий. И поэтому мы начали разбираться дальше, почему так происходит, почему так важно именно сделать эту задачу за следующих два дня, а не три дня. Почему для заказчика критичны буквально пару дней? И ответ был достаточно прост, потому потому что заказчик понимал, что если он не сможет засунуть вот эти его хотелки в текущий спринт, а спринт у нас тогда был двухнедельный, то в лучшем случае он те желания, которые ему сейчас важны для бизнеса и для подписания нового какого-то контракта, он увидит через три недели, через две-три недели и уже две-три недели для него были достаточно критичны. Что мы для этого сделали? Мы поменяли методологию ведения проекта и мы начали идти по канбану, то есть сделали фичу, зарелизили, сделали, выпустили. и это помогло как и заказчику, потому что его хотелки начали появляться гораздо раньше. И также это помогло нашей команде, потому что уже разница между двумя днями и тремя днями была не настолько критична, и мы хотя бы могли доделать тот таск, который текущий таск. И следующий пример из моей жизни, это когда я только устроился на работу, это был мой первый проект, как помню, на ЗФ втором, и задание было достаточно простое, сделать крут и грит, грубо говоря, в админочке. Понятно, что первое задание, ты волнуйся, блеск в глазах, потому что хочется сделать, никогда ничего не делал, что будет на продакшене, и ты приступаешь делать. Приступил я к выполнению задачи, не понял уже точно, за сколько я сделал, допустим, за два дня, и с чувством гордости отдал на тестирование. Проходит буквально полчаса, приходит тестировщик и говорит, ну, все вроде бы хорошо, но почему-то тот грид, который ты сделал, отличается от того грида, который есть уже в системе. И я считаю, что было недостаточно коммуникации внутри команды, ну, и, соответственно, моя неопытность, и что я не знал, что уже есть готово, и что не надо что-то придумывать свое. Соответственно, мне пришлось потратить еще день на переделывание. И следующий критерий, это больше не критерии, а, наверное, больше пожелания или рекомендации. Мне кажется, что стоит не только устанавливать какие-то подходы, какие-то критерии, но стоит важно соблюдать именно вот эти подходы, о которых мы договорились. Давайте подытожим. Составляющая идеального проекта это счастливая команда и счастливый заказчик. Чтобы проект был успешным, нужно понимание, что и зачем мы делаем. Правильно подобрать команду, настроить процессы, коммуницировать в достаточном объеме и быть вовлеченным в проект. Так плавно мы подошли к последней последнему этапу моего доклада это как это работает у нас и расскажу кто понимает про бизнес задачи. На начальном этапе есть клиент, у него есть бизнес-идея и у нас есть сейлы, это те люди, которые ищут заказчики, ищут проекты у нас в компании. И вот основная задача сейла это состыковаться с клиентом и получить бизнес-идею. Когда сейл получил бизнес-идею, он передает ее техническому эксперту. На основании бизнес-идеи технический эксперт формирует гипотезу. То есть мы еще не знаем, что конкретно хочет заказчик, мы можем сделать только предположения какие-то о том, чего он хочет. Потом мы оцениваем ту гипотезу, которую мы сделали. Понятно, что в процессе анализа, в процессе оценки у нас обычно появляются какие-то вопросы, появляются рекомендации. И вот эти все артефакты мы возвращаем сейлу-менеджеру, сейлу-менеджеру, который в свою очередь уже делает какое-то простенькое предложение клиента. Клиент читает это предложение, читает какие-то вопросы, которые мы ему задали. Сейчас, секундочку. И вот вернусь к этому слайду, забыл сказать, что на этом этапе, когда мы отправляем предложение, то мы чекаем, насколько правильно мы поняли нашу бизнес-идею клиента. Также чекаем, насколько ожидания оценки клиента и сейла, ну и нашего техэксперта совпадает. вот у клиента появляются какие-то подробности, появляются какие-то ответы, и он передает их сейл-менеджеру. И на этом этапе у нас появляется бизнес-аналитик, это человек, который может проанализировать идею и сформулировать ее уже в какой-то конкретный фичи-лист. вот этот процесс, который выяснение каких-то потребностей, задавание вопросов, может происходить один раз, может два раза, может сто раз, нету какого-то ограниченного количества раз, мы постоянно что-то уточняем, постоянно что-то спрашиваем. Но в результате нашей коммуникации, в результате нашего общения бизнес-аналитик формирует чек-лист. Соответственно, технический эксперт делает оценку этого фич-листа и делает примерную оценку, сколько это будет стоить во времени и в деньгах. И отправляется это предложение клиенту. На следующем этапе, если заказчика, клиента все устроило, то подключается еще project manager, который продолжает выяснять требования, но не только именно требования бизнес-идеи, но также выясняет какие-то финансовые вопросы, выясняет сроки, ну, все другие моменты. также на данном этапе уже мы практически выяснили все требования, у нас есть уже полное понимание, у нас есть точный фич-лист, и мы можем уже сделать точную оценку. И также, как правило, на этом этапе технический эксперт уже понимает, кто может сделать эту задачу, и мы занимаемся, техэксперт занимается подбором команды. Когда отправляет финальное предложение, контракт, когда контракт уже подписан, то коммуникация происходит примерно следующим образом, то есть понятно, что в разных проектах по-разному, но в стандартном проекте происходит как-то так. Есть project manager, который общается с клиентом, и есть команда, через project manager поступает практически вся информация. Также ему помогает бизнес аналитик. Важный еще этап старта проекта это первое собрание, на котором project manager собирает всю команду, рассказывает о знакоме друг друга со всеми и рассказывает, кто какую роль выполняет и кто за что отвечает. ну в принципе наверное все, спасибо за внимание. спасибо Пете за доклад. Ребят, перед тем, как продолжить, я вот хотел все-таки вернуться к вашей боли, которую вы озвучили. В первую очередь, как сказал Петя, проблема в коммуникации. Если у вас где-то что-то очень болит, постарайтесь эту свою боль донести хотя бы своему руководству, своему менеджеру. зачастую ваши болевые симптомы лечатся очень быстро и очень легко. Если вы будете сидеть и отмалчиваться, то ваша вот эта вот боль, она будет накапливаться и очень сильно болеть. Вот. Ну на этом я ремарочку свою закончу. У кого есть вопросы? Спасибо. Петя, большое спасибо тебе за доклад. Вопрос такой, в твоей практике как часто ты сталкивался с идеальными проектами? Я считаю, что поскольку разработка проекта это не единоминутный, а длительный процесс, как сказал один мой хороший знакомый, хороший проект не заканчивается никогда. Но если проект приносит людям прибыль, то надо постоянно его развивать, что-то дополнять и писать какой-то новый функционал. Поэтому он не заканчивается никогда. И вот на каждом этапе проект может быть или идеальный, а может случаться какие-то сложности, с которыми мы сталкиваемся. И тогда на тот промежуточек времени он становится неидеальным. Но мы с ними боремся, и он потом опять возвращается и становится идеальным. петя. Петя, спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, вот на схемах были представлены роли заказчик, сейл, бизнес-аналитик, эксперты. Не во всех компаниях есть такое множество ролей, вот, в некоторых упущены там аналитики и так далее. может ли быть проект идеальным, успешным, без каких, без ряда ролей, вот, на твой взгляд? На самом деле, ты можешь работать сам на себя, и от этого никак не изменится количество ролей, на самом деле, это достаточно упрощенная схема, и ролей еще больше, просто ты будешь выполнять все роли этих людей, то есть ты будешь и сейл-менеджер, и проект-менеджер, и техэксперт, и бизнес-аналитик, и ты будешь и сам команда, поэтому да, ты можешь и сам достичь успеха, и у тебя может быть идеальный проект. А еще скажите, пожалуйста, что чаще всего мешало назвать проект идеальным? Какая составляющая? Мне кажется, что основная проблема, это все-таки в коммуникации, потому что практически любой вопрос можно договориться и решить, но главное понять, чего человек хочет, что для него важно, и сообщить об этом, и тогда кто-то, вы все вместе придумаете решение. Скажите, пожалуйста, если, к примеру, программиста у вас возникла на ваше усмотрение гениальная идея, стоит ли совмещать себе и заказчика, и команду, или стоит поделиться своей идеей с командой, вот, к примеру, у вас в фирме Ник Солюшн, и если поделиться, находится ли время, и начальство разрешает ли заниматься такими проектами, которые никто не оплачивает, но, в принципе, они как бы интересны и могут в будущем что-то принести. Спасибо. Смотрите, Ник Солюшн в основном это аутсорсинговая компания, и поэтому у нас мало каких-то своих продуктов. У нас есть хакатоны мы проводим, которых ребята могут поделиться своими желаниями, своими видениями. Также у нас есть сервисы, которые кто-то написал. Допустим, у нас есть сервис по печенькам. Ну, надо же... То есть там очередь, напоминалочки, что ты сегодня дежурный, что ты должен купить печеньки. У нас есть отличная голосовалочка, которую написали ребята. И в основном это ребята написали или во время скиллапа. Скиллап — это когда нет какого-то коммерческого проекта, но есть момент, когда самообучение. То есть мы пишем какие-то такие интересные штуки. А стоит ли идеей делиться или стоит ее припрятать себе? Это выбор каждого человека. и у Антона Шевчука есть отличная лекция по поводу как не утратить идеи. И я думаю, что стоит ее послушать и следовать. Спасибо за доклад. Вопрос об идеальном проекте и методике разработки. Это скрам или это гибкая разработка или это waterfall. Какая из них лучше? Для какого проекта? заказчик оговаривает как это будет разрабатываться. Какая из методик лучше? Если бы какая-то из методик была однозначно лучше, то наверное все постановились на какой-то конкретной а остальные бы ушли по ненадобности. У нас обычно все проекты стартуют по скраму. Но бывают часто такие ситуации, когда надо постоянно обновлять деливерит срок, хотя бы как я рассказывал историю перед этим, тогда мне кажется, что более удобно камбан. Но допустим, если мы переходим на камбан, то там становится сложнее тестировщикам, потому что все время приходится проходить регрессию. То есть грубо говоря, так мы напедалили фичи, две недели прошло, они проверили фичу и сделали регрессию. А так получается, нужно делать регрессию после каждой фичи, чтобы ничего не отвалилось. Понятно, что есть и тесты, но все равно регрессию проходить надо. Так, у нас еще Юра. У меня таке питание с приводом мотивации команды. Что конкретно ты используешь для своих команд? Дивись, даже так, такий приклад. Когда работаешь на продуктовую кампанию, то есть вы делаете продукт, в принципе вся команда зацикавлена, чтобы этот продукт был успешным. Например, все мы работаем за зарплатой, и значит, если компания вырастет, мы все будем знать, что нам добавят какие-то гроши, потому что компания получает больше доходов, значит, она может больше тратить на разработчиков и так далее, увеличить им доход. Какая мотивация может быть у вас на галерии Nix Solutions? На самом деле, мы говорили, что на каждом этапе у каждого человека своя мотивация. И если у нас непродуктовая компания, то это не означает, что если человек вырос, то ему не добавится даже зарплата. Также можно давать возможность развиваться, можно выбирать, мы стараемся подбирать для каждого человека, чтобы ему был интересен этот проект. Мы стараемся, когда человек закис в проекте, его сротировать, посадить другого человека. Да, поэтому я и говорю, что если человек растет качественно, то у него растет доход. как вас замотивовать, как разработчик, чтобы вы дали возможность, что если вы сделаете классный продукт для клиента, то клиент вам будет благодарен, и как сделать, чтобы разработчики захотели сделать этот продукт классным, и клиент это почувствовал. Я просто не вижу, что проект интересный или не интересный, ну, не знаю, это такая собирая мотивация. Петь, можно я отвечу человеку? Знаешь, Юр, самая лучшая мотивация, когда ты работаешь в проекте, которым пользуется не один заказчик, а уже непосредственно клиенты, когда уже продукт вышел в жизнь, и ты, как Петя правильно сказал, вроде бы как кнопочка на главной странице Google, ты ее сделал, и ей пользуются миллионы, миллиарды. Вот, вот эта мотивация, наверное, самая главная, ну, это с моей точки зрения. Ты какой-то меркантильный сильно, ты знаешь. Вот, то же самое, вот посмотрите на наши ивенты, это тоже мотивация, это тоже элемент мотивации, мы можем их организовать, мы можем здесь выступать, каждый из вас может подать заявочку и выступать здесь, тоже в качестве мотивации, это послужит вам. Ну, то есть, какого-то такого не… А? Мотивация, а слоны, а слоны, а слоны, а слоны, а слоны. Да, вообще, отлично, слоны раздавать, да? Материальная и нематериальная мотивация. Да, материальная и нематериальная мотивация. Тут у каждого человека свои какие-то потребности и своя мотивация, да, вот Петя говорит, на разных этапах, да, на каких-то этапах, когда ты уже удовлетворен материально, да, дальше уже переходишь на следующий этап. А, ну, если человек не перешел еще на следующий этап с материальной мотивацией, ну, тогда окей, я думаю, на этом можно считать вопрос… Ответ получен, да, на вопрос? Так, еще я сейчас… Спасибо за доклад. Меня зовут Артем, я студент 2-го курса компьютерных наук, и у нас есть предмет проектирования компьютерных систем. И мы там изучаем, как работать с заказчиком, как составлять бизнес-задачи, там, составлять виженный скоп, в скраме работать. И у меня такой вопрос, точнее, у всего нашего потока вопрос. Мы вроде бы как будущие разработчики, насколько важно знать, как работать с этим заказчиком и все эти вопросы. То есть бизнес-анализа и всего такого, о чем вы сейчас рассказывали. Ну, наверное, если ты сейчас пришел и занимаешь должность джуна, то, возможно, тебе это необязательно знать. Но я люблю не просто что-то делать, а понимать, что я делаю, понимать, откуда оно приходит и куда оно дальше пошло. Когда ты растешь, становишься медлом и сеньором и все прочее, то тебе уже необходимо понимать вот эти все процессы. И ты становишься участником, ты следишь за этими всеми процессами, и ты их можешь менять, руководить. И тебе, мало того, надо вовремя реагировать на какие-то изменения от заказчика и выбирать нужный путь. Спасибо. Я еще хочу дополнить. Вот насчет того, чтобы почувствовать каждую роль на себе, это очень полезный опыт, потому что тогда у тебя не будет возникать, почему к тебе приходит менеджер каждый день и что-то от тебя требует. Почему этот тестировщик начинает мне цыпать багами и так далее и тому подобное. Что сейву, почему он у меня спрашивает про сроки, про оценки и так далее. Вот, когда ты понимаешь, как все работает, да, каждая роль, что она делает, то у тебя будет меньше вопросов к людям. Точнее как, меньше вопросов, почему они от тебя что-то требуют, и больше вопросов, почему они что-то не делают, что должны делать. Ну, это такой вот. Ну, а почему нет? Спасибо за адекват. Такой вопрос. А есть ли возможность как-то сократить техническую экспертизу? То есть есть ли какие-то общие рекомендации, либо еще что-то? Потому что не всегда ПМ, либо кто есть из этой схемы в организации присутствуют, адекватные и квалифицированные. И есть ли какие-то рекомендации для технического эксперта? Если я правильно понял, то вопрос, что надо сделать, чтобы стать техэкспертом, но потратить меньше, я не просто не совсем. Нет, ну, ПМ приходит и дает, например, на оценку проект, а разработчик сидит два часа на примере и оценивает. Хотя, ну, есть ли какие-то общие рекомендации, как это сделать? Есть ли какие-то рамки или, ну, чтобы хоть как-то это унормировать? Ну, у нас есть три этапа, ну, три вида оценки. Есть экспресс-оценка, это когда в самом начале мы знаем только бизнес-идею, то мы даем оценку примерно в локтях. Ну, там, написать интернет-магазин, ну, это примерно часов 200. То есть это мы даем какую-то оценку на предыдущем опыте. А когда потом приходят какие-то подробности и нам говорят, ну, мы хотим не обычный магазин, а мы хотим, не знаю, резетку написать, мы такие, ага. И тогда оценочку мы увеличим, ну, потому что мы узнали больше каких-то требований. И когда уже все проработано и проработано, тогда уже выходит точная оценка. Ну, есть, я еще знаю, методология оценивания, это когда на каждую сущность по 24 часа. Ну, крайне упрощенная. Хорошо. Так, еще. Спасибо за доклад. А вот по поводу фич внедрения, вот как бы уже задавали, но сквозь ответили. Вот, например, если клиент говорит, сделайте мне фичу в течение двух дней. И говорит, ну, предположим, это кнопка обыкновенная, да. Вы говорите, а здесь лучше не кнопка, например, а лучше какой-нибудь там выпадающий список с кнопкой. Как происходит процесс общения с клиентом? То есть вы выполняете спокойно, либо предлагаете идею, которая может быть улучшит его? Мне кажется, что заказчик, надеюсь, что заказчик ищет не просто исполнителей, а хороших специалистов, которые могут подсказать и посоветовать. Потому что не каждый заказчик специалист, и он может не знать, что есть лучше какой-то момент. И мы всегда стараемся аргументированно подсказать, как сделать лучше. Ну, то есть вы возвращаете заказчику, что, например, здесь можно сделать по-другому, а это будет лучше, да? Ну, да, там тот процесс длится какой-то... Постоянно идет. Да, постоянный процесс, и он не продолжается и дальше во время разработки. Спасибо. Так, спасибо, я еще вижу... Так, тут. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. У нас был раньше продукт, мы сделали продукт, его купили, и бизнес стал нашим заказчиком, а мы как бы на удаленке команда. И я остался здесь как бы один, и удаленка. Пару разработчиков на удаленке работают. Ну, и заскучал. Как этот проект сделать идеальным с вашей точки зрения? Ну, то есть бизнес монотонные задачи какие-то ставит. Я как бы часть этого процесса не так, что отдельный, отдельно от бизнеса, а вот часть. Как для меня сделать этот проект более идеальным с вашей точки зрения? Ну, надо понять, чего ты хочешь. Ну, то есть почему для тебя... Ну, я же, к сожалению, не знаком с вами, и, соответственно, я не знаю, какие у вас сейчас потребности есть. То есть, допустим, вы хотите, не знаю, новые технологии. Ну, если это есть возможность, пожалуйста, но давайте внедрять какие-то новые технологии. И опять же, ваш пример больше связан с продуктовой компанией, а я все время проработал в аутсорсинговой компании, и поэтому каких-то подробностей я могу не знать. Ну, если бы это было бы случилось у нас, я бы взял бы просто и сфротировал человека. Грубо говоря, вас бы поставил на другой проект, а в этот бы проект поставил бы кого-то другого. Так, отсюда меня не отпустят. Спасибо большое за доклад, да. Я хочу сказать, как можно ставить счастливым разработчика, да. Во-первых, всегда, всегда знайте, что есть work-life balance. Всегда, и Юра про это говорил, вы, все мы, не только я тоже, мы не живем, чтобы работать, да. Возможно, мы даже и не работаем, чтобы жить, потому что наши базовые потребности уже как-то закрыты, да. И тут уже наступает вопрос самореализации. Но, да, да, у Юры не закрыто, мы знаем. Но про этот work-life balance всегда надо держать в голове. И я слышал про переработку, ну что же надо остаться? Вы знаете, любая переработка любого человека – это чья-то ошибка. И поработать можно, но после этого нужен постмортем. Нужно найти, чья это ошибка. И как этого избежать, иначе, как лошадь в празднике, да, голова в цветах, а жопа в мыле. И так будет постоянно, если постоянно перерабатывать. Нужно… Тут, когда мы работаем, это процесс творческий. И это не просто создание строчек кода или, не знаю, закрытие потребностей заказчика. Нет, это постоянный константный процесс. Если он настроен, и если он отлажен, тогда факапов нет. Они бывают, когда что-то происходит, приходит заказчик, кричит, конференция через неделю, давайте делать. Мы говорим, мы кладем свою жизнь, ты кладешь свои деньги. Мы будем все это делать, двойной тариф за переработку, пожалуйста. Это понятен мотив этой переработки, да. То есть мы уже сделали постморт, и мы знаем, откуда так получилось. Мы не допустим этого в будущем, например. Мы будем готовиться к конференциям заранее. Это action point, который taken, как это, взят оттуда. И это категорически важно для собственного счастья, да, для тонкого искусства пофигизма, которое нужно вырабатывать, чтобы не выгореть и чтобы не бродеть за душу. Как у реаниматологов, да, они настолько часто видят смерть, что она их уже не привлекает. Вот так. Спасибо большое, господа, спасибо. Я бы хотел... Я бы хотел бы немного ответить. То есть у нас, если есть переработка, она оплачивается, и она оплачивается в двойном тарифе. Ну, бывает там полуторное, двойное, неважно. Вот, во-первых. Во-вторых, почему-то с вашего угла все время идет речь о деньгах. И вот я просто помню, когда я работал по 14 часов, то через два месяца мне вообще не хотелось денег. Вот реально не хотелось денег. Я думаю, ну его нафиг, ну там моя мечта какая-то. Я ничего не хочу, потому что я проснулся, умылся, зубы почистил и пошел работать. И так, ну, у каждого есть вот этот промежуток. Я был над этим машиной, я работал в стаментном проекте. Так что... Вот, указывал свои приоритеты. Хорошо, тут еще вопрос. Так, я уже потерял. Спасибо за доклад. В любом проекте есть изменения. Иногда изменения могут быть положительные. Они, например, по вшатке 5 добавляют нативности. Иногда изменения не очень. Это растягивает проект, дизморалит команду, потому что надо все переделывать. Так вот, в идеальном проекте, в его Эдесе есть изменения или нет? Я уже говорил, что хороший проект, он длится постоянно. И поэтому, понятно, есть изменения, они идут постоянно. Но тут как раз и важна коммуникация. Чем лучше мы будем понимать друг друга командой и заказчиком, тем легче нам будет донести свою мысль, а заказчику свою. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, все-таки работа команды, работа заказчика, это в первую очередь взаимоотношения человеческие. И вы в этой индустрии работаете более пяти лет. И как вам удалось справиться на начальных этапах с этим эмоциональным стрессом, выработать иммунитет к каким-то привередливым заказчикам и к их каким-то необычайно странным предложениям? Спасибо. Во-первых, на начальном этапе меня в большей степени оберегал мой групплит, оберегали ПМ, которые общаются с заказчиками. Ну, а, наверное, со временем выработался иммунитет. И вот я помню, что действительно, вот в первый год, когда я работал, я заканчивал работу, иду домой, и все равно в голове я где-то думаю о своих задачах, о своих, то, что мне надо будет сделать. Сейчас я научился, я могу, бац, выключился и не думаю о работе. Я не знаю, как это получилось, но научился. Продолжение следует...